В центре Новосибирска может появиться новый арт-объект. Бронзовая маска высотой 2,5 метра. Над ней в своей мастерской сейчас работает известный российский скульптор Юрий Шахаян. Подробнее расскажет Екатерина Стывко. В руках мастера Юрия Шахаяна макет будущей скульптуры. Глиняная маска, испещренная квадратами, прямоугольниками и лестницами. Лестница, она во всем и у всех. Будь то профессиональная деятельность, будь то просто человеческая жизнь. Сейчас мастер работает над масштабированием объекта. Композиция превысит 2 метра. К слову, это не самая высокая работа Юрия. В Москве, например, он установил колонну с пятиэтажный дом. В Новосибирске композиция будет украшать центр города. Скульптуру планируют установить здесь, недалеко от дома архитектора. Маска станет не только уникальным арт-объектом, но и местом притяжения туристов. Маска из бронзы, постамент из гранита. Геометрические узоры гармонируют со стилистикой домов на Красном проспекте, говорит автор работы. Городской художественный совет идею проекта поддержал. И надеюсь, что вместе с нашим арт-объектом как раз появится у новосибирцев этот опыт взаимодействия с искусством, которое, ну, как бы сказать, и сделано как искусство, как то, что заставляет людей думать о чем-то своем. То есть мысль не направлена. Искусство важно увидеть сердцем, говорит Юрий Шахаян. Когда работаешь, правит лишь вдохновение. С любым материалом, будь то глина, металл, дерево или камни. Это все, будь то вот этот кусок дерева или, я не знаю, вот этот бубенчик, которому очень много лет. И оно живет своей жизнью. А потом раз, и все это начинает собираться пазл к пазлу в какую-то картину. Маски – главная тема автора. Работы Юрия выставляют в лучших музеях страны. Двух одинаковых масок в коллекции не найти. У каждой история своя. Насчет отражения состояния, вот когда была сделана эта маска, было такое переживание о какой-то боли. И вот эта вот трубка под носом. Я месяц с ковидом был в больнице, и вот с такой вот трубочкой в носу. Точных дат создания нового городского арт-объекта пока нет. Сейчас оформляют последние документы. Екатерина Стывко, Сергей Жданов, Новости ОТС.